Разрушенные дома, поврежденные коммуникации. На линии соприкосновения, отрезанными от привычной жизни, остаются десятки тысяч людей. Им крайне нужна помощь. Еженедельно волонтеры штаба Рината Ахметова привозят ее в населенные пункты отдаленных районов. Как там выживают мирные жители, видела Виктория Чистюхина. Вот как шел, и вот тут взорвался. И это-то все, оно все поднялось. От осколков семью Бучиных бабушку и внуков защитил ковер, который висел на месте этой дырки в стене. В тот вечер Зинаида Васильевна уже собиралась спать, как вдруг в дом попал снаряд. Я как сидела на стуле перед столом, против этой стены, я так и осталась сидеть, я не сообразила ничего. Женщина верит, что от гибели уберегли иконы, которые Зинаида Васильевна вышивает сама. Молится за здоровье внука Михаила. 24 года он живет с диагнозом ДЦП. Он раскрывается, невозможно. А я вот это сделала, ему два таких конверта, так классно. Родителям Михаила нет живых 20 лет. Мать погибла в аварии, отец покончил с собой от горя и вины. Ведь именно он был за рулем мотоцикла в тот день. Все записки находила, я не могу, я виноват. И вот 28 августа было 20 лет, как дети нет. Дочери 13 мая не стало. А он 28 августа, вот на днях 20 лет было. Восстановить дом к зиме семья Бучиных не сможет. Нет денег. Будут едиться в двух уцелевших комнатах. В Новоселовке Волновахского района сегодня проживают 2,5 тысячи людей без газа и света. Газа у нас вообще нет, у нас села не газифицированная. Мы в частности зависим от электроэнергии. Четвертые сутки мы без света. А еще и без продуктов. Ведь цены в магазинах очень высокие. Сейчас нет ничего, в магазинах подойти невозможно. Дорого очень. Гуманитарный штаб Рината Ахметова заезжает в села на линии огня, чтобы обеспечить мирных жителей самым необходимым. Сегодня бригада мобильной выдачи приехала в Новоселовку. Семья Бучиных получает продуктовые наборы штаба Рината Ахметова впервые. Приятно, очень приятно. Знаете, как это, как бальзам на душу. Как-то вроде аж легче это все пережить, что вот не забыли за нас. Вот все-таки нам помогают. Это сельская местность, которые не имеют возможности заработка. То есть малообеспеченных. Равное количество пенсионеров здесь находится с малообеспеченными. Очень мало осталось в этой местности молодых мам. В основном, конечно, это те люди, которые не могут по разным причинам выехать. Таких населенных пунктов, как Новоселовка, вблизи линии соприкосновения не меньше 60. Люди ждут помощи. Рысу нам хватает от пенсии до пенсии. Гречневую мы очень любим. Тоже хватает. Маслечка. Спасибо Ренату Ахметову, что хоть он о нас заботится. Сколько в стране миллионеров, а никто гуманитарку ни одну не отправил. Один он отправляет, один он переживает за людей. За 4 месяца по обе стороны линии соприкосновения бригады мобильной выдачи штаба Ахметова выдали почти 30 тысяч продуктовых наборов. Виктория Чистюхина, Владимир Конопля и Николай Сыченко. События Канал Украина.